Сегодня у нас очень интересная тема. Мы ее так назвали – Бог и Человек, Вера и Любовь. Вера – это то, что присуще нам, а Любовь – это то, что присуще Ему. И эти два должны однажды встретиться. И если они встретятся, произойдет чудо. Иногда это чудо происходит. Момент, который пережил Виктор Григорьевич, и многие из нас переживали, когда сзади, кажется, уже горят все мосты, а впереди мрак и неизвестность. И вот тогда ты начинаешь понимать, что нужно найти эту точку опоры, нужно найти этот фундамент, на котором остановиться, и который поможет нам вновь встать и вновь жить. Что есть человек? Вот такой вопрос философский хочу задать вам сегодня. Добавить следующее. Что есть человек без Бога в этом мире? И сказать то, что говорит Великая Книга Священной Писании. Без Бога человек без человек. Без Бога человек не человек. Я хочу у вас спросить, что бы вы хотели, чтобы от меня сегодня прозвучало? То, что сделает в ваших глазах меня хорошим человеком, или же настоящая истина? Хотели вы, чтобы я говорил сегодня половину истины вам? Половину истины, уважаемый студент. Пол истины. Можно? Чтобы вы никогда не обиделись, что я говорил всю правду. Вы знаете, конечно, я не знаю всей правды, никто на земле не знает всей правды, но нам очень важно познать настоящую истину. Как происходит в отчеловечении? Как происходит в отчеловечении? Без Бога все человеческое – это ад и проклятие. Я, когда смотрел страшные ролики великого конфликта на Востоке, страшного конфликта, и когда я видел двое христиан, с одной стороны армия, слабая армия, и я видел, как они вооружаются для того, чтобы убивать с другой стороны таких же братьев-христиан, и я видел с той стороны, как в этой гаубице стоит человек и говорит чисто русским языком. Вы знаете, я там родился. И вот он кричит, «Во имя Господа Иисуса Христа и Святой Православной Церкви!» Пли! И этот страшный снаряд летит в православных на той стороне. Я спрашивал, что такое человек? Что происходит в 21 веке? Почему мы, христиане, убиваем друг друга? Что происходит? Пока мы не ответим на вопрос, что есть человек. Друзья мои, у нас нет будущего. С Бога человеком только, с Иисусом Христом, все человеческое становится цветущим садом, раем и небом. Позвольте реальную картину. Священное Писание говорит. Вы знаете, видите, картина? Это наша земля. Это что-то из вашей, с Южной Америки? Да вы что? Я не знал, я просто вчера набрал эту картину. Но она символична. Она символична. Видите, она на черном фоне. Мы должны сейчас посмотреть темную сторону нашей земли, нашей жизни. Знаете, говорят, есть темная сторона луны, так? Сейчас мы с вами посмотрим на темную сторону нашей жизни, нашей земли. Для того, чтобы на этом черном бархате темной стороны увидеть яркую красоту, бриллиант, который нам нужно всем сегодня принять. Итак, возмездие за грех смерть. Вот это то, что сегодня шествует по нашей земле. Возмездие за грех смерть. Правда, там есть дальше слова. Но дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Бог не остал без надежды. И если смерть сегодня идет по земле, то у нас есть надежда. Грех, позвольте сказать, много расселен в уме человеческом, много пропастей в его сердце. Откуда они, эти пропасти? От греха нашего. От греха человеческого. Грех, это есть землетрясение, после которого одни руины. Руины в сердце, руины в уме, руины в душе. Вы понимаете, в чем суть? Грех, это то, что разлагает душу человеческую, уничтожает ее. Руины, руины, руины. Интересно, в священной книге Библии об этом написано, что люди, которые живут в грехе, они сравниваются с безводными источниками, с облаками мглы и гонимой бурью облака, которые метают сюда и сюда и не знают. Вот так говорит Петр. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие и во вседневной роскоши. Глаза у них исполнено любострасти и непристрастного греха. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью, и им приготовлен мрак вечной тьмы. Вот вам этот черный, черная сторона, темная сторона жизни человеческой. Темная сторона нашей земли. Грех обезбоживает и обесчеловечивает человека. Сама природа греха, понимаете, в чем? Она против Бога. Она не желает Бога, она вытесняет Бога. И мы все сделали, чтобы он остался там, где-то за пределами. За пределами. Бога не желает, Бога вытесняет. И чем меньше Бога в человеке, тем меньше человека в человеке. Вы понимаете, в чем суть? Вот почему нынешние конфликты. Вот почему горит земля в разных местах нашей планеты, красивой планеты. Потому что человеческого не остается в человеке. Мечется человек. Мечется между двумя мирами. Миром материи и миром духа. Вы знаете, я не один раз об этом говорю. Мы живем в двух мирах, если желаем. Или мы живем в одном мире, если желаем. Есть мир земной, мир материальный, который мы ловим, и мы хотим его держать в своем сердце, в своей жизни, в жизни наших семей. Нам так нужно больше в этом материальном мире. Но вы, наверное, знаете эту знаменитую картину, давно-давно написанную. И вот в ней написано, можно увидеть вот эта сфера, наша земля, вот это пространство вокруг земли. Но человек пытается что сделать? Выглянуть за пределы. Интересно, я записал вчера вечером, готовясь к этому размышлению, интересные слова одного мудреца. Наш мир схож с подземной пещерой. И человек в ней думает, что иного мира нет. Но выйдя из него, он узнает иной, грандиозный мир во всем великолепии. Вы слышите? Есть он, другой, грандиозный мир. Во всем его великолепии вот так, так интересно написано. Человек на границе этих двух миров. По-сюсторонней он тянет нас, по-тусторонней тянет к себе. А бедный человек между ними мечется, спотыкается и падает. Молодые люди, им еще сложнее, потому что они еще не знают много того, что их ждет впереди. Они мечтают. Они мечтатели. Вы счастливы, уважаемые студенты, что вы прикасаетесь к этому счастью жизни. Ищите не только этого мира. Ищите другого духовного мира. И пусть эти два параллельных мира сойдутся и создают вашу жизнь, счастливую жизнь. Европейский гуманизм решился взяться за проблему человечества. Вы, наверное, знаете, гуманизм это интересная штука. Начиная с прошлых веков, 18-19 век, 20 век, казалось, что гуманизм достиг совершенства, рассвета человеческого существа. Гуманизм основал себя на человеке. Помните лозунг гуманизма? Человек – мера всех, чего? Вещей. Человек – мера всех вещей. И вот результат этого. Человек начал считать себя Богом. Бог стал уходить все дальше, дальше за границей его восприятия. Гуманизм – это не только гуманизм к людям и к животным. Гуманизм – это гуманизм ко греху, который в конце концов признал грех, принял его и обвенчался со грехом. Вот почему сегодня в результате я не вдаюсь во многом, потому что у нас нет времени. В результате сказали, семья – это не важно. И если ты взял себе в жены свою любимую, как ты думал, единственную, но она почему-то не подошла тебе, то что можно сделать? Как перчатки утром одел, а вечером что? Скинув. И можно развестись. А потом начали говорить дальше, идти дальше, и дошли до самого страшных грехов Содома. И мы сегодня видим, и говорят нам, и убеждают, и уже в нашей стране, веяние Запада, когда говорится о том, что вы должны быть очень осторожны, потому что человек сам выбирает и свой пол, и образ его семейной жизни. Вы знаете об этом. Не хочется же об этом просто говорить. Бог создал семью, как святыню. Одного мужчину и одну женщину обвенчал своим венчанием. И, друзья мои, хочу вам сказать, суды могут развести, люди могут развести, но пред небом повенчанные раз и навсегда остаются мужем и женой. Гуманизм расцарапал кожу человеческого существа, и с каждой поры вырвались чудовища. Друзья мои, и не стыдится человек всех мерзостей своих, всех ужасов. Гуманизм вынес на показ все нечеловеческое. И это стало страшной выставкой. Человек – это что-то, что стали люди бояться. Боятся доверять человеку. И земля превратилась в огромный океан боли, который истекает каплями гноя, этот прорыв, нарыв во Вселенной. Я посещал музей Холокоста в Европе и в Вашингтоне, вы знаете, одно из центральных. И когда я проходил по этим экспонатам, и когда я видел такую огромную-огромную длинную ленту, и на ней множество-множество-множество этих лаптей, этой обуви, которую снимали люди, когда они шли в краматорий, и там другие картины, я проходил и думал о том, что произошло с человеком. Что произошло, когда в этих печах крематория умирали наши же братья, потому что Бог создал из одной крови весь род человеческий. Что произошло с человеком? И знаете, я бы так сказал сегодня, европейский гуманизм практически, он вот так, как вот на этой картинке. Так много парашютиков, да, у этого цветка. Но постепенно, постепенно они разлетелись, и ничего не осталось. Осталась только пустая палка. Весь мир в муках. А мука ведет к Богу. И человек сотворил себе Бога, вернее, много богов. И чем сильнее мука, тем более сильного Бога человек ищет. Создали много богов. Это звезды, звезды Голливуда, это люди. Создавали богов духовных. Их стало так много. Но самая страшная мука, это мука смерти. И человек, пытаясь решить ее, эту муку смерти, он начал искать главного Бога. Он понимал, что нужно каким-то образом победить ее. Возмездие за грех – смерть. Человек сам сделал себя Богом, но этот Бог сам смертен. А без Бога человека он и вовсе не человек. Даже не Бог, а и не человек. Гуманизм тяжко измучил и отчаянно разочаровал человека и сам умер. Мы помахали рукой гуманизму. Правда, он сегодня преображается в другие моменты. И оставил человека на краю могилы. И вот тогда, когда человек начал задумываться, что же происходит с нами, прозвучал с неба голос. И знаете, как он прозвучал? «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Иван Ле Матфея – это слова Христа. «Придите ко мне». На этой земле, которая стала островом смерти, единственным островом смерти, практически большим кладбищем, и одна реальность, которая есть сегодня, это реальность смерти, друзья мои. И где найти тот путь, где начинается конец смерти? Где найти эту землю, эту опору, чтобы не сорваться в эту пустоту? Я хочу с вами пройти маленький поиск. И наш путь пройдет через четыре станции. Лицом к лицам с этими четырьмя станциями мы поставим с вами саму проблему смерти. Потому что Писание говорит, «Последний враг истребится». Этот враг кто? Смерть. Вы слышите? Последний – это черная сторона нашей земли. Итак, первая станция – это наука. Вторая станция – философия. Нам, людям, ученым, много известно из этой области. Третья станция – это культура. И четвертая станция – как вы думаете, какая? Да, да, правильно, религия. Религия наиболее всего подошла к попытке решить эту проблему. Вот давайте мы сегодня с вами посмотрим, попробуем увидеть, как же решает, мы столкнем эту проблему смерти. Итак, с наукой. Заключение науки. Миром управляют естественные законы. Они неизменны. И один из законов, говорит наука, это смерть. Вы слышите? Это тоже закон. А если закон, то что? Да, будем бороться с этим законом, но он, этот закон, необходим и неизменчив. Наука сказала, слышите? Смерть – необходимость. Но я спрашиваю науки, но если смерть – необходимость, то жизнь теряет всякий смысл. Сама наука, что она дает нам? Зачем, если она не решает мне эту проблему? Нужен ли прогресс, если он сотрет нас? И нужен ли прогресс, если он ведет меня просто от колыбери до могилы? Вы знаете, жизнь коротка. И я позволил вот вставить специально в эту презентацию один жесткий ролик, но очень правдивый ролик. И я хочу вместе с вами его посмотреть. Всего 40 секунд. А называется он, как раз так, как я сказал, «Жизнь коротка». Я уйду со сцены, а вы посмотрите. «Жизнь коротка». КОНЕЦ Скажете, неправда? Скажете, это неправда? Я благодарю, что вы восприняли очень, знаете, спокойно. И знаете, почему спокойно? Потому что никто, как христианин, спокойно относится, и он знает, что жизнь не заканчивается здесь. А практически жизнь только начинается, если мы имеем Христа, живого Спасителя. И тем не менее, давайте мы сделаем еще несколько выводов. Интересные выводы. Одна реальность, которая на земле реальна, одна реальность, которая на земле реальна, это смерть. Все остальное неизвестно будет или нет. И независимо от того, независимо от того, вы ли президент самой богатой страны, или шейх какого-то эмира, или же вы пастух, рано или поздно этот час приходит. Мы выходим, приходим в этот мир обнаженными, голыми, так? Тут мы пытаемся одеться и показать, какие мы прекрасные, а уходим опять какими? Обнаженными. И как говорил один из величайших людей этого мира, он произнес, у гроба нет карманов. И когда я уйду, то я прошу, положите мои руки не вот так, а вот так, в знак того, что я ничего не принес в этот мир, и что ничего не унесу из этого мира. Наука не в состоянии ни найти, ни дать смысл жизни. Перед проблемой смерти издыхает сама наука, вы слышите, как таковая? Говорят, наука – сила, наука – мощь. Но сила, которая бессильна перед смертью, на самом ли деле – сила? Говорят, наука – человеколюбива, но разве человеколюбивая оставит меня в смерти? Когда я говорю о науке, я всегда ей восхищаюсь. Я хочу каждый день познавать все больше и больше. Мы не говорим против науки, но мы говорим о реалиях. Наука не решает твою проблему, мой дорогой друг. Что-то должно быть еще. Философия. Давайте посмотрим несколько минут перед тем, как мы поговорим о философии, о второй станции. Вы знаете, я люблю старые дома. Они очень символичны. Когда я вхожу в старый дом, или же это какое-то старое здание, или же это музей старый, я вижу, вот там были люди. Они жили, они трудились, они преподавали, ими восхищались, ими аплодировали, а теперь их нет. И о них забыли. Может быть, памятник один мы оставляем на этой земле, это наши дети. Когда дети стоят, а нас уже нет. Нас забыли, но скажут, это был сын, или дочь вот того человека. Понимаете? Уникально. И вот я хотел посмотреть в нашу жизнь еще с одной стороны. Наш мир в таком состоянии умирающем. На этой неделе я прочитал, кстати, это из газеты, такая статья, которая меня просто шокировала. Называется Хроника пикирующего государства. То, что происходит в России, можно называть социальным абортом. Названа статья. Статья написана в известном издании Московский комсомолин за 17 число. Она большая, и там достаточно сильно сказано, но я прочитаю только некоторые фрагменты. В России на перегонки идут два процесса вымирание и вырождение. Наша криминальная хроника бесконечный фильм ужасов. Зарезанные мужья, расчлененные жены, зарубленные топором собутыльники, изнасилованные родителями дети, убитые детьми родители, преступления на почве беспросветной нищеты, полного морального разложения. Это такая чума, и не избежит ее никто. Даже принадлежность к среднему классу не страхует от бездарной жизни и нерепой смерти. Бизнесмен застрелил беременную жену и ребенка, а потом покончил с собой, потому что не смог расплатиться по кредитам. Мужчина убил жену и малолетних сыновей из-за финансовых проблем. Одна женщина выкинула новорожденную дочь в мусоропровод, другая выбросила из окна вместе с грудным младенцем. Обеим не на что было жить. Многодетная мать задушила четвертого ребенка, потому что нечем было платить банку. И такое каждый день. Невыносимая легкость, национальное вырождение. Мы узнаем только одиозные случаи, которые тиражируют СМИ. А сколько трагедий в России остается за кадром. И дело не только в тех согражданах, с которыми случилось что-то плохое. Каково проходится тем, с кем ничего хорошего не произошло и не произойдет. Где они, потенциальные хорошие писатели, талантливые актеры, умные политики, где те, кто мог бы стать выдающимися учеными, одаренными педагогами, блестящими врачами. Наверное, замерзает в деревенском овраге после очередной попойки. Батрачат в Москве, строя дом чиновнику. Торгуют на рынке дешевой картошкой. Живут в нищете и дикости и распеваются от тоски. Сегодня набирают силу движения против абортов, которые пытаются приравнять к убийству. Эмбрион с хвостиком, жабрами и зачаточным мозгом считается полноценным человеком. А миллионы загубленных, покалеченных судеб, уже родившихся, никого не волнуют. Люди, которые могли бы дать полезной стране возможности, гниют безвестности и косности. АКПД нашего общества стремится к нулю. Что это, если не социальный аборт? Родился в деревне? Абортирован. Попал в приют? Абортирован. Сын бедных родителей? Абортирован. Дочь провинциальных учителей? Абортирована. Абортирована. Имел выдающиеся способности, о которых никто не узнал. Абортирован. Был талантлив, но не нашел денег на учебу. Абортирован. Хорошо, что абортированным судьбам не нужно свое кладбище. Оно бы с трудом уместилось на одной седьмой части суши. Наша власть озабочена судьбами русских за рубежом. А кто позаботится о живущих в России? Четверть наших мужчин не доживает до 55. Бабы еще рожают. Нарожают. А в прошлом году 10 283 умерли от обмораживания. Это их выбор. 21 300 покончили с собой. 20 100 разбились с ДТП. Туда им и дорога. 12 921 был убит. 42 750 погибли от преждевременной неизвестной намерения эмфемизм для спорных убийств. 57 000 отправились на тот свет благодаря алкоголю. Русь, куда же несешься ты? И нет ответа. Но вы думаете, это о России? Это и об Украине. И если вы посмотрите вчера, сообщение это и о Калифорнии, богатой. Это о нашей земле, друзья. Наш мир, вот так он живет. Вот этим он дышит. И где решение этих проблем? Говорят, философия может помочь. Давайте посмотрим. Философия заявила, смерть победить невозможно. Смерть неизбежность. Она результат бренности человеческого существа. Философия – это практически арифметика или математика пессимизма. Кто меня утешит? Где моя опора? Философия нема. Наука глуха и нема. И это горькая весть. Это горькая весть, от которой просто не уйти, с которой мы должны будем смириться. Может быть, культура – это третья станция. Может быть, она решит проблему смерти. Я взял этот слайд. Вот так решают люди, что культура может нас менять. Вы знаете, смерть стала перед европейской гуманистической культурой. Но культура не побеждает смерть. Ибо сама дело рук смертных людей. Вы понимаете, в чем суть? Перед смертью культура сворачивается в скорченный ноль. Все достижения культуры смерть потихоньку разотрет, разгрызет и уничтожит. Я буквально слушал здесь несколько недель назад слово и вспомнили картину «Тайная вечеря». И я взял, посмотрел, когда же написал ее Леонардо да Винчи. Оказывается, 1403 года он писал ее. 1995-1998. 3-4 года. И я начал читать о ней. Он написал эту картину, она стала сразу разрушаться. И люди пытались ее как бы восстанавливать. Если сегодня вы видите, там она настолько блеклая в этой капелле, где она осталась, если вы приедете туда. Она уже разрушена, и уже она не та, потому что не раз ее реставрировали. Сама культура, она уничтожается смертью. Вы понимаете, в чем суть? Смертная не может создать что-то вечное. Какая польза человеку от культуры, если он и культурен в момент смерти? Какая польза? Не сегодня, а завтра. Смерт его и всю культуру. И это не потому, что мы не должны идти, наоборот, мы должны стремиться поднимать все выше и выше нашу культуру, создавать ее своими руками. Но она бессильна, и мы должны признать это. Наконец, религия. Ислам, индуизм, буддизм. Вот я взял одну из афиш, которая зовет, зовет нам к лучшему миру, к доброте, к милосердию. Я сегодня не буду описывать вам разные, разные религии. Вы хорошо знаете, потому что здесь ученые люди, образованные люди. Я говорю и о студентах, которые стремятся к этому и много уже знают. Но скажу вам только одно. Любая религия проверяется на проблему смерти. Буддизм. Одну назову. В буддизме смерть это освобождение атаков вот этого страшного чудовища, что зовется миром смерти, миром вещизма. И поэтому буддизм как бы не решает проблему смерти, а пытается перескочить смерть. И он говорит, вы все равно там окажетесь где? В Нирване. Проблем нет. Живите спокойно, успокойтесь. Будда, Конфуций, Ла-Дзи, Мухаммед, Христос. Галерея великих учителей. Они пришли в этот мир и создали мировые религии. Хочу сказать вам, друзья мои, что в каждой религии, в каждой религии есть нечто ценное и доброе. Даже в антирелигии, даже в самой идее коммунизма тоже было что? Тоже доброе. То есть везде есть доброе, но это доброе часто как бриллиант в куче навоза. Понимаете, в чем суть? И вот в чем же было величие того, кто сказал однажды, я есмь путь истинной жизни. Мы с вами от темной стороны нашей жизни сейчас переходим как раз к самому свету. Что же было сильного в том, кто сказал, я есмь свет этому миру, я есмь путь истинной жизни. Друзья мои, Будда, Конфуций, Ладзи, Мохаммед, называйте дальше, великих философов, все они пришли, никто из них не заявил, что я есмь путь истинной жизни. Потому что они сами искали истину. Они поднимались в гору истины, они искали ее. И когда вроде бы находили, нащупывали, они говорили, люди, идите за нами, и мы вам покажем эту истину. Иисус Христос никогда не поднимался в гору истины. Он сам пришел с горы истины. Он сам пришел в этот мир. Второй момент. Он прошел вместе с человеком по этой земле и подошел к самому главному, к тому, что не выбирает, к тому, что есть настоящее реалие. Самое верное реалие – это смерть. Помните, мы сказали об этом? И Христос не просто шел, он подошел к этой смерти. И он даже отдал себя на этот жертвенник смерти. А люди, которые увидели эту совершенную личность, абсолютно светлую личность, взяли и сказали, мы устали от тебя. Помните? Прочитайте в Евангелии. Мы хотим тебе дать место там, где тебе нужно быть. И вы знаете, где нашел место человек своему Творцу? Потому что Библия говорит, Христос сотворил человека. Он был участником творения вместе с Богом Отцом. Вы знаете, где мы нашли место нашему Творцу? Подскажите мне, где мы нашли место на кресте Голговском? Люди сказали, нам не нужно твое учение. Мы сами по себе можем жить. Нам и так хорошо. Поэтому твое место на Голговском кресте. И там повесили его. И когда он висел, дорогие христиане, когда его руки были пробиты вот здесь гвоздями, он кричал этому миру, я люблю вас. Даже тогда, когда войны пробивали ему руки гвоздями, он просил, Отче, прости им, ибо не знает, что делает. Это сердце христианства. Я почему вам хотел показать это и для себя увидеть еще раз, потому что только здесь, в христианстве, решается главная проблема смерти. Он не просто умирал на кресте. Святой Иоанн Лео говорит, что на третий день Он воскрес из мертвых. Дорогие христиане, верите ли вы в это? Если вы верите, то вы можете спокойно идти к 30 апреля. Так, если я не ошибаюсь, это будет у нас Пасха, так? Потому что на Пасху, как мы будем приветствовать друг друга? Христос воскрес. Когда будем отвечать? Воистину воскрес. Друзья мои, вот вам решение проблемы смерти. Он прошел смерть, вошел в ад. И когда на третий день Он воскреснул, Он оставил там лежать ее оплеванную, осмеянную. И было сказано, смерть где твоя жала, ад где твоя победа. Он победил смерть. Помните эту великую истину. Религия, которая не имеет живого Христа и пустой могилы, никогда не отвечает на главную проблему, проблему смерти. Вот это и есть то, что самое главное в христианстве. Все религии, они имеют тоже добрые моменты. Там много есть добрых заповедей, но там нет живого Христа. Я никогда не забуду, когда я был в Египте, в Каире, разговаривал с одним из людей, из предыдущих ислама, раб. И он говорил, Василий, но у нас есть, мы знаем, кому кланяемся. Мухаммед, мы идем, поклоняемся там кости его. А где же, где же останки вашего Бога, вашего Учителя? Где? У вас нет, у вас пустая могила. Я ему сказал, в этом-то и вся суть. Этим мы и гордимся. Пустая могила, живой Христос, единственный ответ человечеству. Религии говорят, смерть – необходимость. Религии говорят, культура говорит, смерть – неизбежность. Философия говорит, смерть – непобедима. Наука говорит, смерть – закон. А христианство говорит, воскресение – необходимость. Вы слышите? И бессмертие – необходимость. Дорогие мои, почему воскресение Иисуса Христа является таким большим событием? Почему? Я никогда не видел этого случая. В Одессе, когда мне нужно было на Пасху переходить, и напротив был собор, Преображенский собор, недалеко от Привоза. Там проходила юность, мое детство, мое с родителями в Одессе. И вот помню, как я провел одну бабушку, переводил через дорогу, потому что там трамвай еще идет. И приветствовали мы друга, и я ей говорю еще, Христос воскрес, она говорит, воистину воскресе. А я говорю, бабушка, вы верите, что и вы, если умрете, воскреснете? Она говорит, да ты что, сынку? Она всю жизнь проходила в храм. Всю жизнь. И уже в старости, идя, вспоминая Христа, его воскресение, она говорит, я не верю в то, что я воскресну. Понимаете, в чем суть? Вот почему апостол Павел говорит, если вы называющие себя христиане, не верите, что Христос воскрес из мертвых, и если вы не верите, что есть воскресение мертвых, то тогда вы не христиане. Тогда вы верите во что? В ноль, в пустоту. Вот это и есть сила христианства. Это и есть то, что Господь нам оставил. Друзья мои, в Евангелии вытесняет из человека смерть и смертность. Человек возрастает в бессмертие и жизнь вечную. Гуманитарный человек, гуманистический человек, он от своего прогресса, позвольте это сказать, он сморщился, он поблег, он обеществился и пришел к выводу, что я, наверное, не от Бога, я от обезьяны. Вот вам гуманизм. Но тот, кто верует, тот перешел от смерти в жизнь. Так говорит Иван Леяна, пятая глава. Верующий в меня, если и умрет, оживет. Верую в Господа Иисуса Христа, в нас водится сыворотка бессмертия. Вы слышите? Вот она и в душу, и в тело человека. Сыворотка бессмертия. Только веруй. Христос единственный путь, который не завершается смертью. Путь, который завершается бессмертием, он единственная истина, которая стоит над всей истинной наукой, философией, культурой и религией. Он единственная жизнь. Единственная жизнь, которая не завершается смертью. вот почему хочу вам сказать, дорогие и уважаемые, в чем-то каждый из нас силен. В чем-то каждый из нас силен. Поэтому будем учиться, как христиане, слушать других и уважать других. Разные религии, разные взгляды, в том числе и атеистов нужно уважать. Каждый человек, он драгоценен пред Богом. И это христианская идея толерантности отношений к другому человеку. Но помните, что самое главное, Иисус сегодня стучит в наше сердце. Он подходит и стучит, чтобы мы приняли Его верою. Я хочу сегодня сказать, те, кто верует, таких здесь много. Те, кто верует, поднимите выше голов. Рассказывайте об вашей вере другим. Не стесняйтесь ее, потому что нет такого богатства на земле, нет такой уверенности на земле, как именно вера в живого Христа. Тем, кто еще сомневается и колеблется, дай Бог вам силы уверовать. А тем, кто говорят сегодня Бога нет, дай Бог вам тоже прожить жизнь и подойдя к этому черной зияющей могилы сказать, жизнь будет продолжаться. А значит, вы уверуете в того, кто сказал путь, истина и жизнь. Пусть Бог благословит всех нас. И приглашаю вас к молитве. Великий Небесный Отец, мы благодарны Тебе. Сегодня было не просто служение, а сегодня была встреча с Тобой нашего большого коллектива. Мы видели наших деток, которые вначале играли на колокольчиках, и они славили имя Твое. Господи, мы видели, как выступали здесь чудесными песнями наши преподаватели. Мы видели, Господи, опыты, которые просто потрясают. Мы видели, Господи, как люди тянутся к Тебе душой. Не оставь нас в этом мире, благослови нас. Даруй, чтобы, обладая этими знаниями, получая их все больше и больше, знаниями научными, мы не потеряли Тебя. Помоги нам увидеть за красотой философии силу Твоей вечной жизни. Дай нам, познавая красоту сегодня культуры, знать, что она не может спасти нас. Дай нам, Господи, помнить, что не религия спасает, а только живой Христос. Я молюсь сегодня, благослови всех. Здесь есть семьи, здесь есть одинокие люди. Поддержи их. Те, кто больны, исцели Господи. Прикоснись как своей рукой врача и подними. Благослови наш учебный центр, благослови украинский 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 институт и духовный семинарий. Благослови, Господи, администрацию, профессоров, преподавателей, благослови сотрудников. Поддержи Господи своей рукой. Молю сегодня благослови нашу страну. Дай ей выстоять в эти непростые часы. Благослови весь мир. Я дарю, чтобы лидеры этого мира искали пути мира и чтобы было мирное небо. И вот над этим мирным небом мы могли бы быть счастливы. Дети наши, внуки наши, храни нас. Ибо ты великий Бог, который возвращаешься на эту землю и принесешь жизнь всем тем, кто верует в тебя. Прибудь с нами. Наш Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.